Вот дома, дома, а сам по хозяйству! Рождество, сочельник, святки, калятки. Эти понятия из далекого детства связаны с трепетным ожиданием праздника и овеяны таинственностью. Однако далеко не всем понятен истинный смысл этих названий. Для многих из нас святки связаны лишь с гаданием или со стихами Василия Жуковского «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». О том, как встречали этот великий праздник наши боголюбивые предки, 17 января, за два дня до крещения, в историко-этнографическом музее-заповеднике Шушенское собрались узнать молодые люди и дети, участники программы «Молодая семья в музее». Калятка, калятка, накануне Рождества! Кишка, лепешка, свиная ножка! Крещи ты, дева, на нас гляди, дева! Началась святочная ночь в музее с традиционного катания на лошадке. Ребятам, участникам этого мероприятия, сказочно повезло. Веселая лошадка, скрип-полозик, лунный свет, где еще можно вот так истинно по-русски встретить этот старинный праздник. Сею-сею поздеваю! С Новым годом поздравляю! Хороводы с песнями вокруг снеговика и большой елки собрали всех участников программы. Вспомнить недавнее новогоднее настроение захотелось всем без исключения, а вот погадать на свежем воздухе, да еще и под луной, чтобы наверняка удалось в этот вечер незамужним девушкам. Шай, пошай, шай, шай. Если на суд, ты, значит, замуж пойдешь когда-нибудь. Садись, Димася! Не обязательно садиться, можно на горь пошел. Все, замуж пойдешь. Замуж пойдешь. Когда-то пошла мне. Руку, попадай, медведь, ну что ты с мамой? Я вот потерялся. Я уже не видел, что ли. Не видел в лесу-то. Еще в гадаре у забора нужно как можно больше кори захватить руками и тоже узнаешь, какой будет жених. Давай, пробуйте. В смысле как? Вот так, вот обнять, да. Хватай! Насколько можно. Вот, все, считай. Так, солдат, купец, молодец. Далее участники программы продолжили вечер в крестьянском доме музея-заповедника. Мастер-классы по изготовлению рождественской куклы-ангела, а также вкусный мастер-класс по изготовлению рождественского печенья, козули и рогаликов не оставили равнодушными ни молодых хозяек, ни детей и подростков. Здесь курага. Вот сейчас каждый отломит, загадает желание. Но, да, но вот вы знаете, в крестьянских семьях первый кусок, самый лучший кусок всегда подавали, кому думаете, сейчас, мужу, отцу. Подблюдные гадания – один из самых ярких видов сказочных гаданий, основанный на принципе вытаскивания жребия. Перед таким гаданием, согласно традиции, хозяйки приносили большое блюдо, в которое гадающие складывали небольшие предметы, обычно украшения. Блюдо покрывали скатертью или полотенцем. После раздела хлеба, непременного атрибута подблюдных гаданий, приступали непосредственно к гаданию. Девушки, держащие блюдо, пели подблюдные песни, каждая из которых означала ту или иную судьбу. Ухо одна в небе две радуги, А у добрых людей две радости. Кому скажется, тому сбудется, Скоро сбудется, не минуется. Затем, не глядя, вынималось какое-либо украшение. Чьё было украшение, тому и предназначалась судьба, отражённая в песне. На гаданном будущем остались довольны все без исключения. Ну а завершилось мероприятие «Ночь в музее», святочные забавы, вкусным чаепитием и вечерними посиделками. Валерия Ковалёва, Владимир Путинцев, студия «Этнос», музей-заповедник «Шушенское».